В этом коллективе происходит рождение инноваций. Куклы Вуду Личная аналогия. Ученый или основатель стартапа должен уметь моделировать своих кукол Вуду. В этом видео я расскажу, какую роль играют куклы Вуду в инженерном и научном мире. Я расскажу про то, какая есть связь между этими тряпочными человечками и сопроматом, что их связывает с органической химией и как куклы Вуду применялись в термодинамике. Меня зовут Михаил Щербаков, я Трис-тренер и я помогаю специалистам находить решение сложных технических проблем. История с куклами Вуду началась примерно в 17-18 веках, когда на плантации сахарного тростника и хлопка в обоих Америках массово стали завозить рабов из Африки. У африканцев была своя языческая вера в богов. Но их обратили в христианскую веру. Однако вера в духов у выходцев из Африки осталась. В том числе и вера в силу кукол Вуду. Кукла Вуду это некая копия человека. У нее есть даже частичка этого человека. И все, что делают с куклой, происходит с самим человеком. В это верят. Но при чем здесь работа инженера или ученого? Сейчас расскажу. Но в начале существует такой метод, как метод конечных элементов. Это когда какой-нибудь деталь или механизм. Пусть это будет закладная проушина. Математически на компьютере делят на элементы. Прикладывают силы, ставят ограничения. Все тоже на компьютере. И выполняют расчет. Результаты расчета потом анализируют. Например, мы видим место с высокими напряжениями. Значит, в этом месте наша деталь скоро сломается. Забыл сказать. В вершинах этих элементов располагаются так называемые узлы. В которых математически с помощью формул заданы еще и свойства материала нашей детали. Вообще-то таких элементов достаточно много. Метод конечных элементов позволяет моделировать работу сложных механизмов. Получать распределение нагрузок. А современные математические аппараты на основе метода конечных элементов позволяют еще получать оптимальную форму детали. Выполнять топологическую оптимизацию. Деталь становится похожей на компонент чего-то живого. Метод конечных элементов. Чем вам не способ работы с куклами Вуду? Что набор элементов, что кукла Вуду. Все это модели какого-то объекта со свойствами этого объекта. И мы этими моделями можем делать всякое. Но метод конечных элементов нужен не каждому инженеру, ученому или основателю стартапа. Германия 19 века участвует в промышленной революции. Химик Фредрих Кеккуле ломает голову над актуальной задачей. Дело в том, что недавно открыли понятие валентности химических элементов. И благодаря этому стали понятны некоторые свойства веществ. Так например, валентность кислорода равна 2. То есть он может соединяться, например, с двумя атомами водорода, имеющими валентность 1. Получим Вуду. Это линейная структура соединения, довольно распространенная среди неорганических соединений. Но структура некоторых органических соединений оставалась загадкой. Например, бензол. Как раз структуру бензола удалось разгадать Фредриху Кеккуле. Он гулял по зоопарку, и структуру бензола ему подсказали обезьянки, развивающиеся в клетке. Шесть атомов углерода образуют кольцо, как бы то одной, то двумя ручками держась друг за друга. И одной рукой, валентной связью, держит атом водорода. Другой пример. Великобритания, 1867 год. Ведутся работы по созданию теории тепловых машин. Одна из решаемых теоретических задач – это поиск опровержений второго закона термодинамики. Физик Джеймс Максвелл предложил следующий мысленный эксперимент. Он представил некий сосуд, в котором есть быстрые и медленные частицы. Этот сосуд разделил перегородкой с форточкой. Открытием и закрытием этой форточки управляет демон. Демон Максвелла, как его позже назвали. Этот демон открывает и закрывает форточку так, чтобы в одну часть попадали быстрые частички, а в другой оставались медленные. Таким образом, через некоторое время в зоне А должны быть только быстрые частицы, и этот участок должен быть горячим, а в зоне Б должны оставаться только медленные частицы. И эта зона должна стать холодной. Если такое удастся сделать без подвода работы демону, то получится опровергнуть второй закон термодинамики, который гласит, что тепло не может перетекать от горячего тела к холодному без затрат энергии на совершение этой работы. Но история с демоном Максвелла на этом не закончена. Мы к ней еще вернемся в этом видео. Какой вывод из этих двух историй? Я думаю, чтобы сделать открытие или решить сложную задачу, не помешает взаимодействие следующих трех факторов. Активный постоянный поиск ответа, случайная имитация сути готовившегося открытия, развитое ассоциативное мышление. Активный поиск решения остается за вами, развитое воображение, есть методы его развития. Напишите, если хотите, видео на эту тему. А вот про случайную имитацию сейчас поговорим. Кстати, какие аналоги вы знаете, которые применяли ученые, чтобы объяснить какие-нибудь явления или сделать открытие? Напишите в комментариях. После десятилетий Великой депрессии, после Второй мировой войны, США начали бурно развиваться. Потребовались новые идеи. А следовательно, нужны были методы по генерации этих идей в промышленных масштабах. В 50-е годы прошлого века Джордж Принс на фото и Ульям Гордон разработали метод стимулирования мыслительных процессов с целью поиска решения проблем. Этот метод назвали синектикой. В основе синектики лежат четыре вида аналогий. Прямая аналогия. Личная аналогия. Символическая аналогия. И фантастическая аналогия. Прямая аналогия. Соцветие лопуха или репейника, как аналогия для текстильной ленты-липучки. Символическая аналогия. Или еще парадоксальная аналогия. Например, оксюмарон. Назад в будущее. Личная аналогия. Это когда человек представляет себя на месте персонажа. Или предмета. Фантастическая аналогия. Представляем объект в нереальных, сказочных, фантастических условиях. Например, риск менеджмент. Что будем делать, если к нам прилетят летающие коты? Если интересно узнать про синектику подробнее, напишите в комментариях. Но давайте объединим подходы. Что если изучаемый объект делить на маленькие объекты, как в методе конечных элементов? А потом наделять эти маленькие объекты сверхспособностями. Но без применения высшей математики. Добавляем к МКЛ личную и фантастическую аналогии из синектики. И получаем метод маленьких человечков. Или сокращенно ММЧ. Слово автору метода маленьких человечков. И создателю ТРИС Генриху Сауловичу Альшулеру. Например, такая задача. Вот стеклянная трубка. Из нее выкачан воздух. Вакуум. И вот здесь падает железный шарик. Вниз падает. А тут контакты. Они не выступают. Просто к стенкам подведены электрические контакты. И вот когда шарик падает, он, естественно, замыкает эти контакты. И включает электрическую цель. Что здесь плохо? Плохо то, что для того, чтобы замыкать, шарик должен соприкасаться с контактами. А для того, чтобы точно падать, он не должен даже... Три не должно быть. Он не должен соприкасаться с контактами. Значит, вот вам четкое физическое противоречие. Во-первых. Ну, вот если вы обратитесь к таблице, таблица вам скажет, надо изменить состояние вещества шарика. Вот что вам может сказать таблица. Шарик сделать... Если шарик сделать, например... Ну, из металлической жидкости. Из металлической жидкости. Ртуть. То есть там налить электролит и прогулькивать воздух. Ну, вот вы начали уже перебирать варианты. Я вам сейчас покажу, как выглядит этот шарик. Ну, человек пять, пожалуйста. Ну, вот, чтобы долго не выбирать, пожалуйста. Вы идете, мне пять человек. Я из вас сделаю шарик этот. Пожалуйста. Вот так я расположил ребят в классе. Пять человек играли роль шарика. А это были три пары контактов. Ну, шарик должен был пойти вниз, вдоль этого коридора. И контакты должны были задерживать движение шарика. Вот пятерка пошла. И, естественно, контакты схватили ее. Все как вот настоящая задача. Значит, движения нет. Заело шарик. Тогда я сказал ребятам, чтобы они держали руки некрепко. И вот получилась совсем другая картина. Пятерка снова пошла. Первая пара контактов, как и в том случае, снова захватила крайних ребят. А три человека, они отпустили руки и проскочили дальше. Здесь снова захватили двух ребят. Ну, и последний человек, вот, он прошел дальше до последней пары контактов. Вот для этого есть специальный прием. Надо представить себе, что этот объект состоит из толпы маленьких-маленьких человечков. Ну, каких-то маленьких живых существ, там, рой мух. Или это даже просто облака пускай будет. Вот это дает возможность сразу почувствовать, что форма не жесткая. То есть, что ее можно как угодно менять, разделять, заставлять как-то принимать другую форму. То есть, она становится послушной любым мысленным изменениям. Мы убираем психологическую инерцию и можем как угодно менять этот наш объект. Насколько я понял, метод маленьких человечков был, скорее всего, разработан в начале 60-х годов прошлого века. После несколько забыт самим автором. Но примерно в 1980 году обрел популярность и вошел в качестве способа моделирования в Аризе. Предлагаю следующий алгоритм по работе с методом. Нарисовать исходную ситуацию. Нарисовать желаемую ситуацию. Какие маленькие человечки вам нужны? Вернемся к демону Максвелла. У нас есть исходное состояние. Некий сосуд, в котором есть быстрые красные частички человечки. И есть медленные синие частички человечки. Нам надо, чтобы какой-то человечек распределил красных и синих так, чтобы с одной стороны сосуда были только красные быстрые человечки, а с другой стороны были только синие медленные человечки. Но мы помним, что это невозможно без подпитки демона энергий. Он на голодный желудок открывать и закрывать форточку не будет. В 1929 году Лео Силлард, участник Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы, предложил, что информация это тоже энергия. Получается, что демону достаточно увидеть красного человечка. Этой информации ему достаточно для того, чтобы подпитать себя и открыть форточку быстрому человечку. Таким образом, питаясь только информацией, демон Максвелла распределит быстрых и медленных человечков по сторонам сосуда без подвода внешней работы. И эта идея была реализована, но только в 2010 году и не до конца. Японские ученые заставили двигаться 300-нанометровый полистирольный шарик в одном направлении под действием быстрых молекул среды. А чтобы шарик не двигался в противоложную сторону, его ограждали от ненужных быстрых молекул электромагнитным полем, включаемым по сигналу от самих этих молекул. На слайде вы видите объяснение при помощи демона Максвелла. А тут уже более научные схемы и ссылка на работу. Любой инженер, ученый или основатель стартапа должен уметь моделировать изучаемые объекты. Хорошо уметь моделировать в прикладных программах. Но прорывные решения появляются чаще тогда, когда мы включаем свою фантазию и рассуждаем базовыми сущностями. Умейте делать своих кукол в воду. К необычным моделям я еще вернусь. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на каналы в Телеграме и ВКонтакте. Ссылки в описании. Там вы можете подсмотреть фишки работы со своими техническими проблемами, задать вопросы и получить ответы. Пишите свои вопросы и пожелания.